Гороскоп на 21 июня 2022 года для всех знаков Зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наше новое видео, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Лучшая ваша благодарность за проделанную работу, это ваша поддержка. Приятного просмотра. Во вторник лучшим режимом, в котором Овен сможет существовать, будет Авральный. Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если Аврал на работе или дома вдруг случится, Овен сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация во вторник не потребует от Овна работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно, такая уж особенность у этого дня. 21 июня Овну будет казаться, что его окружают завистливые люди. Возможно, что спор с одним из коллег вызвал в вас такие негативные чувства. Если поступит предложение о заключении контракта, то смело соглашайтесь. Вечером Овну следует наслаждаться семейной жизнью, общением с друзьями и домашним комфортом. Внимательно следите за тем, что говорите, и не начинайте ничего такого, что в одиночку не сможете осилить. В этот день вас может порадовать ощущение близкого счастья, благоприятные контакты, накопление информации, торговля. Многие Овны будут стремиться быть примером для других. Сегодня рекомендуется слушать музыку, совершать прогулки на природе и мечтать. Путешествуйте, познавайте мир. Необходимо исполнять свои обещания и сделать для близких то, о чем они давно мечтали. Во вторник Телец рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах, например, таинственно исчезнувшей со стола ручки или потерявшихся документах, и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют во вторник Тельцу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятно, нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Скорее всего, все начинания будут обречены на неудачу, что может привести к материальным затруднениям. Даже творческий подъем, свойственный вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам. Гороскоп предсказывает Тельцу плодотворный день, когда многие дела не только принесут прибыль, но и доставят максимум удовольствия. Вы обнаружите в себе тайное влечение к человеку, который раньше был для вас просто другом. Не держите в себе то чувство, которое просится наружу. Все сделанное Тельцом будет оплачено, а задуманное осуществится. Будьте готовы к вспышкам ревности и слишком эмоциональному выяснению отношений. Сегодня возможна серьезная размолвка с любимым. Не относитесь серьезно к его высказываниям, скоро он пожалеет, что погорячился. Страсти постепенно улягутся. Во вторник в течение дня возможны любые сюрпризы. Звезды гороскопа предупреждают близнецов, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми близнецы встретятся, вопросы, которые им придется решать. Ситуация, с которой они столкнутся, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано близнецами на вторник. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком плюс, так и со знаком минус, этот день внесет в жизнь близнецов свежую струю. Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Мужчинам-близнецам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Женщины-близнецы должны постараться провести время вне дома, в гостях. В этот день близнецы полностью погрузятся в финансовые проблемы. Точнее, вы захотите их решить, но не все будет удаваться быстро и легко. 21 июня вам стоит закончить прошлые дела, чтобы они не тяготили вас в будущем. Из-за излишнего упрямства близнецы могут испортить отношения с избранником. Пристальное внимание обратите на здоровье, чтобы потом не бегать по врачам. Во вторник рак может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли раку удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать во вторник, это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения. А новый вторник нужно раку как никогда. День благоприятный для путешествий, поездок, встреч. Раку следует быть сдержаннее в эмоциях, а также не демонстрировать окружающим свое недовольство. Если у вас есть конкретная цель на этот день, то стремитесь ее реализовать. Возможно, что другого шанса не предвидится, чтобы добиться такого ошеломляющего успеха. Гороскоп рекомендует раку изменить свой внешний образ, прическу, гардероб и даже манеру поведения. Одиноким раком, озабоченным поисками своей половинки, а также тем, кто давно собирается узаконить отношения с возлюбленными, звезды дают добро. Марш Мендельсона, который прозвучит для вас сегодня, сулит долгий счастливый брак. Во вторник время работает против льва. Весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, льву во вторник может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет. Но, скорее всего, это будет самообман. Сегодня следует успокоиться и привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с окружающими людьми, отказаться от ненужных контактов в личной жизни. Вероятно, новое знакомство или неожиданное известие. Которое может в корне изменить ваш образ жизни. Растерянность и неопределенность ситуации могут помешать принятию верного решения. 21 июня льву следует быть менее критичным в отношении близких людей. Возможно, что они не оправдают ваших ожиданий, но это не их вина. Внутренне подготовьте к тому, что судьба вас столкнет с интересным человеком. Он может стать вашей второй половинкой. Льву необходимо более аккуратно демонстрировать свои таланты перед коллегами. Среди них немало завистников и ярых конкурентов. День благоприятствует открытому и честному общению с детьми. Многие проблемы, тяготившие вас в сфере воспитания, исчезнут навсегда. Вы гордитесь своим семейством, а домочадцы дорожат вами. Любовные приключения принесут в личную жизнь приятное разнообразие. Рассчитывайте на поддержку друзей и родных в любых трудных ситуациях. Во вторник Деве следует иметь в виду, в спорах может родиться все что угодно, но только не истина. А вот накалить атмосферу спора во вторник способны так, что не то что на истину, на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают, окружающие будут провоцировать Деву на то, чтобы она вступила в какой-нибудь диспут. Однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Деве потребуется немало времени, нервов и сил. Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым вам будет сложно. Гороскоп советует Деве быть предельно экономной, чтобы средства остались на ближайший отпуск. Отдых в кругу семьи или на природе пройдет лучшим образом. Не прячьте от окружающих свое игривое настроение, но не злоупотребляйте слишком экстравагантными выходками. Со здоровьем все будет в порядке, если Дева ограничит употребление алкоголя и исключит из рациона жирные продукты. Вы сегодня можете быть настойчивыми, часто раздражительными, но всегда по-настоящему благородными в своем служении другим. Не стоит чересчур критично относиться к другим людям. При неутомимости в деле, тактичности и внимательности в отношениях совместное дело продвинется очень далеко. Во вторник весам следует быть внимательнее и расторопнее. Есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самих весов. Если они спокойно уступят, то не исключено, что впоследствии будут жалеть. Так что звезды гороскопа советуют весам во вторник не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы, если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов. Критический день. Возможно, что вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезни. Весам в этот день следует быть терпимее к людям, которые неоднократно их поддерживали. Не пускайтесь во все тяжкие, если получите крупную премию. Скоро деньги понадобятся на учебу детей и поездку в отпуск. Днем 21 июня у весов возникнет любовная интрижка с коллегой, который давно к ним неравнодушен. Вечерний шопинг принесет массу впечатлений, но дорогие покупки лучше исключить. Благоприятный день для заключения брака и любовных приключений. Гармония в общении с близким человеком, доверие и благожелательность позитивно скажутся на вашем душевном комфорте. Лучший способ доставить радость себе и другим, стараться больше отдавать, чем получать. Никому не предъявляйте повышенных требований. Во вторник Скорпион не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Скорпиона есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться. Работник из него во вторник все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает. День отдыха – обретение новых источников энергии. Найдите время и посетите храм. Рекомендуется размышлять о собственном предназначении. Отнеситесь к себе критичнее, полезно покаяние. Вы можете почувствовать желание уединиться, что в данный момент очень полезно. Вам следует занять выжидательную позицию. С утра Скорпиону сделает выгодное предложение одна серьезная компания. Не уходите в тень, а также не отвечайте моментально «да». Сначала внимательно рассмотрите все те условия сотрудничества, которые вам предлагают деловые партнеры. Гороскоп советует Скорпиону четко распланировать свой бюджет, а также ограничить себя от крупных трат. Вечер подарит вам романтический настрой. На вашем здоровье плохо отражаются вредные привычки, которые, по вашему мнению, помогают вам справиться с огорчениями. У вас есть другое сильное оружие – чувство юмора. Не теряйте его в любых сложных ситуациях и будьте здоровы. Во вторник Стрельцу будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно. Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Стрельцу с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Стрельцу преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный. Один из чистых дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. День любви, новых знакомств. Благоприятный день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Решительные действия и помощь партнеров положительно отразятся на повышении материального положения. За что бы вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. 21 июня Стрельцу захочется окунуться в атмосферу уюта и спокойствия. Возможно, вы отправитесь на природу или решите с друзьями поиграть в волейбол. Умеренные нагрузки и позитивные люди – вот то, что вам нужно сегодня. Любимый человек преподнесет Стрельцу невероятный сюрприз. Отнеситесь мягко и чутко к человеку, который вам искренне доверяет. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Стрелец снова окажется в центре внимания. В сердечных увлечениях нужно ориентироваться только на серьезные отношения. Во вторник в делах Козерог будет руководствоваться правилом. Работа не волк, в лес не убежит. Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Козерогу во вторник потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Козерог придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать во вторник. И правильно! В другой день у Козерога это получится лучше. Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым вам будет сложно. В этот день Козерогу захочется больше помогать другим людям, чем заниматься собственными делами. Это хорошее чувство, но учтите, что ваши проблемы так и повиснут в воздухе нерешенными. Финансовая ситуация будет сложной, поэтому вложением денег в малознакомые проекты не занимайтесь. Гороскоп предсказывает Козерогу обиду на партнера по браку, который решит его раскритиковать. Не исключено, что весь этот выходной день Козероги будут заниматься финансовыми вопросами, проблемами недвижимости, контактами с партнерами. Придется уделять время здоровью родственников. Не взваливайте на себя кучу дел, да еще и за того парня. Поберегите себя. Во вторник Водолею, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что же, раз уж все равно так получилось, Водолею стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала. Усиливается аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Сегодня Водолей может не рассчитывать на то, что окружающие признают его заслуги. Если хотите, то можете сами заявить о своей качественной работе и новых идеях. 21 июня вам протянет руку помощи абсолютно незнакомый человек. Он поддержит вас морально, а также посоветует, как найти более перспективную работу. К вечеру Водолей почувствует себя неважно, поэтому меры профилактики будут не лишними. Этот день подходит для покупок и приобретений для дома и семьи, а также для воспоминаний, общения с родителями и домашних застолий всех членов семьи. Друзья по работе для вас, почти члены семьи. В процессе совместного времяпрепровождения они могут послужить положительным примером для ваших детей. Держите двери дома открытыми для гостей, так как этот период не подходит для уединения и спокойного отдыха. Во вторник мысли о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать рыбам покоя. Весь день они способны строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что рыбам не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь, пускай сначала как следует отлежаться. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие им в голову во вторник, будут сродни фантастическим мечтам, то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. Этот день может дать вам несколько важных жизненных уроков. Многие рыбы опустятся на землю и будут вынуждены довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание с самого утра, но ко второй половине дня ваше самочувствие придет в норму. Вероятно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто. Гороскоп предсказывает рыбам отличный день, когда можно наконец-то заняться саморазвитием и культурным просвещением. В неформальной обстановке вы познакомитесь с человеком, в которого влюбитесь с первого взгляда. Дело, за которое рыбы взялись с коллегами, приведет к колоссальному успеху. Постарайтесь ничего не планировать на вечер, ведь судьба все равно уготовила вам неожиданный сюрприз. Многие рыбы сегодня будут излучать энергию, обладать магнетизмом. Интимная встреча не разочарует. Вы должны сознательно изменить свою жизнь к лучшему. Например, бросить курить, поменять подход к работе или к взаимоотношениям с конкретным человеком. При желании вы сумеете прервать наскучившую связь. Спасибо огромное вам, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok